Как я готовлю куриные желудки? Для этого мне нужно грамм 800 куриных желудков. Я их уже порезала, помыла. Морковка, порежу ее тоже крупно. Лучок, ну какая-нибудь зеленушка. Сейчас у меня есть просто укропчик. Обязательно парочку зубчиков чесночка. Соль и чабрец. Без чабреца и жизнь не мила. В общем, чабрец я очень люблю и добавляю его везде. И даже завариваю с ним каждый день чай. Ну, когда надоедает, завариваю с мятой. Которую я тоже очень люблю. И так я все порезала. Укроп, вот эту дубинку я оставила для хомяка. Теперь посолю. Резала я все и лук, и все остальное крупненько, так как это все будет тушиться очень долго. Желудки готовятся долго. Не 40 минут, а где-то я буду, наверное, часа полтора-два, может быть, даже держать. Конечно, вкуснее, когда их обжаришь. Но нам с ребенком желательно все тушеное, вареное употреблять. Жареное нам вредно. Поэтому готовим без обжарки. А, конечно, когда их пожаришь, даже чесночком. Вкусняшечка. Вот, значит, кладу две щепоточки чабреца. Чабрец у меня в этот раз очень хороший. Покупала я его в фермере рядом с домом. Вот так все это выглядит. И заливаю водичкой. Так, сейчас еще водички. И получится у меня типа тушеного, такого вот, как с подливкой. Иногда я добавляю туда еще пасту томатную. Но сегодня не хочется пасты пока его портить. Поэтому без пасты будем. Все в духовку. Где-то градусов 210-225 у меня духовка получится. Часа полтора-два. В общем, поставила и забыла. Желудки для ленивых. Не нужно ничего мешать. Не нужно ничего делать. Сейчас просто я немножко размешаю, чтобы они приподнялись снизу. Хотя я маслицем налила тоже туда. Вот. И пускай они у меня тушатся, тушатся, тушатся. Кушать будем с рисом. Может быть с макарошками. Как подливка тут получится. Как такой густой супчик. Вот такая красота у нас получилась. М-м-м-м. А запах. Желудки мягчайшие. Все очень вкусненько. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова